Можно разнообразно провести досуг. Не рекомендую. Мне сказали, так как я слишком жирный, надо брать за стол. Короче, в Паттайе можно найти развлечение на любой вкус и цвет. Привет, друзья. В выходной решили найти новое развлечение. Сейчас сначала, наверное, заедем и перекусим, и потом поедем, покажем вам одно местечко в Паттайе. Как можно разнообразно провести досуг. Поехали с нами. Первое место, куда мы заехали, это у нас недалеко от нашего комплекса на Сухом Вите. Есть вот такая кафешка. Выглядит симпатично. Возможно, даже недорого. Лапша с фрикадельками. Пойдем посмотрим, что здесь есть, чем здесь угощают, сколько это стоит. Меню на русском языке нет. Есть только на английском, даже нет. Есть только на тайском. Но ребята очень стараются, очень пытаются что-то перевести, рассказать, как это все здесь у них устроено. Мы выбрали суп. Он стоит здесь 80. И какую-то еще они предлагают, ну, пасту выбрать. И мы не понимаем, что это такое. Ну, то есть мы прям здесь совсем ни разу не были. Они сейчас сказали, что они нам принесут, покажут. Вот сейчас мы только поняли, на выбор идет не паста, а лапша. Есть яичная лапша, и, скорее всего, это рисовая лапша. Вот. С чем будет. А сами супы есть с говядиной и с свининой. Нет. И есть еще с фрикадельками. Вот. Так что сейчас нам принесут, нам все покажем. Так, нам принесли наши супы. Я взял себе рисовую лапшу, я взяла яичную. Какие-то фрикадельки еще, и мяско. Ну, посмотри, бульончик. Бульончик какой-то, он такой с жирком. Что там еще внутри? Давай, пробуй. Сейчас. Горючо, наверное. Подой. Неплохо, только, мне кажется, что сладковато. Сладковато? Угу. Ну, есть еще разные приправы, то есть, здесь, скорее всего, сахар, что-то острое, и еще непонятное. Ну, давайте я попробую тоже. Может быть, у меня как-то по-другому. Да, есть какой-то сладкий приправ, но это не острое. То есть, мы у них и просили, да, не острое. Так, ну, миско. Ну. Так. Я бы сказал, наверное, на 4 с минусом. Ничего выдающегося. И обычный супчик, обычная лапша. И, скорее всего, ну, обычные остальные приправы. Поэтому для разнообразия можно попробовать заехать, перекусить, чтобы вот я прям рекомендовал. Ну, не знаю. Такое. Поели ничего выдающегося, ничего там вау какого-то. Ну, типа суп, суп как суп. Такой же точно суп на фудкорте можно поесть за 40-50 бат максимум. Здесь он стоит 80. Поэтому не знаю. Наверное, правильнее будет сказать, не рекомендую. Хотя еще добавить. Только можно добавить. что ты мне острый не случайно лень бахнул остроты чуть-чуть побольше. И она вот так вот сейчас делает. Потому что остренько. Мы продолжаем. Сейчас поедем в то место, про которое мы вам говорили в начале видео. Надеюсь, вам понравится. А приехали мы в очень интересное место в итоге. Вот такая штука. здесь вы можете арендовать велосипед и поехать кататься вокруг озера. Вот это вот то, что за деревьями, это все озеро. И оно большое. Один круг здесь 10 километров. Вот мы сейчас как раз хотим взять один велосипед, точнее, два велосипеда и поехать прокатиться. Посмотрим. Выбрали два вот таких велосипеда. Это Леня. чтобы у нее была корзинка, чтобы она могла ехать, положив сюда рюкзачок. А мне сказали, так как я большой, там вот есть вот те байки стоят 50, а вот эти, которые стоят 100. Мне сказали, так как я слишком жирный, надо брать за 100. А Лене подойдет и этот. Ну все, садимся и поехали вокруг озера. Ехали, ехали мы вокруг озера. Услышали какие-то звуки. Оказывается, здесь еще полноценная мотокроссовская трасса есть. Ребята вон тренируются, гоняют. Короче, в Паттайе можно найти развлечение на любой вкус и цвет. Хотите на великах, погадайтесь. Хотите на мотокроссовскую трассу, приедьте. Хотите, на самолете полетайте здесь, тоже такое есть. только что видели, самолет пролетал маленький такой. В общем, любой каприз за ваши деньги. Я такой себе спортсмен, мы выдохлись и решили заехать в Севан, взять себе попить. Я взял себе вот такой кофеек. Лена себе тоже взяла латте. Димон взял какой-то чай. Не мое. Не вкусно. И она вот такое взяла. Очень сладко. Латте. И посмотрите, какой шикарный закат. И здесь, когда едешь, с горки спускаешься. Ну, кто будет здесь? Когда воспринимались с горки, шикарный парк. Очень красивый, очень красивые деревья. Сейчас, может, еще откуда заедем, я вам подкниму немножко. Но выглядит прям бомбически. Не знаю, наверное, уже будет темно и плохо видно. здесь есть футбольное поле. Прямо стадиончик. Ребята в футбол играют, гоняют. И вот настолько, то есть все ухожено, все красиво, пальмочки пострижены. Довольно-таки густо высажены. Закат. И мы на велосипедах. Ладно, мы едем сдаваться и поедем еще покушаем в одно место. Вот там должно быть вкусно. В отличие от того, что мы показали вам в предыдущем. Ну и то место, куда мы все-таки приехали покушать. Чтобы вы понимали, вот это вот такое заведение. Очень простое. Столики, пластмассовые стульчики. Стоят зонтики. Очень непримечательное изначально, но я не знаю, сейчас вы видите или нет, у людей тарелки, но мы потом покажем, которые принесут нам. Они очень огромные. И тарелка стейка с картошкой, большого стейка 100 бат. Сейчас нам принесут, мы вам покажем, естественно. Находится вот там, вот недалеко, буквально отсюда даже можно увидеть, находится Севен, который с кораблем. Севен в виде корабля. И вот если чуть-чуть дальше, в сторону, как она называется, в сторону Суховита. Едете, будет вот это вот заведение. Сейчас покажу вам порции, вы просто офигеете от размеров. Принесли наш заказ. У меня двойная свинина с этим. Пеппер. Забыл. Перец. Вот. С волосом, правда, было. Сейчас страшно. У Лены. Просто посмотрите, вот как бы моя рука и размер. Это у нас с чесноком. У Димона тоже? С перцем. С перцем. С свининой. Ну, то есть, и вот это стоит всего 100 бат. 89. Вот это 89. Я тоже 89. И это 89. Короче, только у меня стоит 100 бат. Да что? Давай, пробуй. Снимай пробок. Придержи, пожалуйста, вилкой тогда. Тогда попробую. Подождите. Так. Дай вилку. Спасибо. Попробуем. Макнем в соус. И слушай, это прям вкусно. Прям рекомендую. Вот еще бы волос не было, было бы вообще просто изумительно. Но мы в Таиланде волос выкинули и пошли хавать. Ну что, все доели? очень вкусно. Прям реально вкусно и очень сытно. За 89. Да, ну за 89 там 100 бат. Это прям офигительное блюдо, которое, ну, вряд ли где-то вы еще так покушаете. И сытно, и вкусно. поэтому место рекомендуем, точку оставим. А вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока.